Между тем в России продолжаются протесты впротив введения QR-кодов. В ноябре таких акций было уже больше 40. Чаще всего люди выходят на улицы на Урале и в Сибири. Сегодня одиночный пикет прошел и в Красноярске возле торгово-развлекательного центра «Планета». При этом действие QR-пропусков будет только расширяться. С 1 февраля их собираются ввести на транспорте и в непродовольственных магазинах. Как сейчас работает система QR-доступа в России, расскажет Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, а где ограничения самые масштабные? Оля, привет. Ну, во-первых, нужно сказать, что единой логики на введение QR-кодов в регионах нет. Вот, например, практически везде вот этот QR-код нужен для доступа в ресторан. Но только не в Москве. Там QR-коды были летом и их отменили, потому что рестораторы пожаловались на существенное снижение выручки. В Адыге и ряде других регионах без QR-кода нельзя жениться или выйти замуж в ЗАГСах. В Новосибирске нельзя без справки прийти в ресторан, а в общественную баню можно. И логику таких решений понять сложно. Также нет никакой зависимости от числа вакцинированных и эпидемиологической ситуации. Лидер Белгородской области, 58% привитых от всего населения. И антилидер Дагестан, 20% ввели почти одинаковые запреты и ограничения. В Причерноморье, Крым и Сочи обычно в ноябре турпоток низкий, а в этом году его почти нет. Как раз из-за повсеместного введения QR-кодов. Вот, допустим, в Сочи сейчас без вакцины вообще не улетишь, да? На той неделе отправляли туристов, но у нас, как оказалось, туристы все вакцинированы просто. Они молодцы, они вовремя поставили вакцину, поэтому с этим проблем не возникает. А те, кто планирует путешествие, они просто сейчас доставляют вакцину, потому что без этого кода, допустим, в тех же Сочах уже нельзя посещать рестораны и бары, да, какие-то заведения. Поэтому все спокойненько прививаются. Но самые масштабные ограничения, связанные с QR-кодами, ожидаются на Дальнем Востоке. Вот, например, на Камчатке с 23 ноября справка нужна будет при поездках на междугородних автобусах и при перелетах местными авиалиниями. С 1 декабря QR-коды также понадобятся, чтобы летать внутри Хабаровского края. В Амурской области с начала зимы без этого черного квадратика нельзя будет прийти в банк или микрофинансовую организацию. Ну и на фоне остальных регионов выделяется Татарстан. Там QR-коды введут в общественном транспорте. И хочется посмотреть, как это будет работать в часы пик. В общем, QR-коды захватывают все больше сфер нашей жизни. При этом живем мы в России, и суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это правда жизни. В Красноярске не секрет без QR-кодов допускают и в торговые центры, и в рестораны. Иначе бизнес может просто обанкротиться, считает депутат Горсовета Константин Сенченко. Если они будут подходить к процессу проверки QR-кодов очень строго, то они совсем потеряют людей. Совсем потеряют выручку, нечем будут платить зарплату и платить аренду. Поэтому они вынуждены где-то закрывать глаза на какие-то нарушения. Людям просто даже не нравится сама атмосфера проверок этих QR-кодов. И это приводит к тому, что люди, у которых есть QR-коды, не хотят никуда ходить, потому что им не нравится то, что их проверяют. Не нравится оказаться в ситуации, что зайдет полиция и будет проверять всех клиентов заведения. Это тоже всех отпугивает. QR-коды, напомню, ввели, чтобы подтолкнуть людей к вакцинации. Они действуют и доказали свою эффективность в Китае, Японии и других странах. Но, допустим, на родине коронавируса в Поднебесной, QR-коды действуют с лета прошлого года. А у нас то голосование по Конституции, то выбор в Думу не до QR-кодов. Власти теперь признают, ошиблись, думали эпидемия ненадолго. А цена этих ошибок – 254 тысячи человек, которые умрили от коронавируса только по официальным данным. И похоронные списки только растут. Что ни день, то рекорд смертности. Отменить-то всегда можно, если пандемия уйдет. Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода, через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии. И пока конца и края не видно. Ну и свежая новость. Санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса – самоизоляция, социальная дистанция, маски, перчатки – продлены до 2024 года. Песков говорит, что это техническое решение, а никакой не прогноз. Когда власти продлевали правила в прошлый раз, говорили примерно то же самое. И когда их действительно отменят, зависит только от нас с вами. Врачи считают, что когда привьется 80-90% человек, то о QR-кодах можно забыть как просто о страшном сне. Оля, на этом у меня все. Спасибо, это был Виталий Поляков. И если вы пропустили этот материал или хотите поделиться им с друзьями в соцсетях, заходите на YouTube-канал ТВК, подписывайтесь и следите за нашими новостями там. Ведь ТВК – это не только ТВ. ТВ – это не только ТВ.